Снова я не знаю, почему камера, хотя у нас на самом деле все еще… А, можно было не спешить. Можно было не спешить и менять наш фон. Можно было дальше посидеть в компании SMAC. И что касается технических проблем, у нас в последнее время все чаще и чаще не возникает к концу. Все устали. Режиссеры устали, техники устали, компы устали немножечко. Но мы еще готовы. Мы готовы. Это уже матч-десайдер. У нас сегодня одна из команд или Luminosity или Astralis покинет корабль под названием ESL Pro League. Третий сезон ландфинала. И я напоминаю, что там на кону 512 тысяч долларов. Думаю, что ни одни из команд вообще, в принципе, не хотят этого делать. Но придется. Как бы нам не прискорбно было об этом говорить. Да, я думаю, что вы не особо привыкли к тому, что первый же день чемпионата кто-то ливает. Но система такова, что у нас целых 4 бестов 3 формата на вылет. И если мы перенесли бы этот бестов 3, который вы сейчас видите, на завтра, то было бы слишком много матчей. И мы бы закончили где-нибудь часа в 2 или в 3 ночи, а вам же не хочется спать. Вам хочется наслаждаться хорошим Counter-Strike днем или вечером. И в хорошие часы с котом, с чайком и всем остальным. Ну и стоит отметить, что у нас вопрос есть в чате. Что за наумные мы? Кто? А, ты хочешь, чтобы мы сказали? Кто мы такие? Чижик-пыжик. Так, у нас начали все-таки парни. Не может не радовать то, что все-таки они разобрались с тем, что начинает пистолетный раунд. Дюпри уничтожил Фера, и у нас атака развивается в сторону ЗЗ. А должно так и быть. Будет у нас выход на того самого FNX. Ему отрывают голову. 4, а уже визу не Т3 в 5. Ситуация, код ЗРАСС. Сити Респауна пытаются займить голову своих противникам, но ничего не получается абсолютно у него. Ну а Девайс тоже самое пытается сделать со своей стороны. Тоже не попадает абсолютно... Ну, за него это делает тот самый Дзюпри, который оформляет атаку, и Код ЗРА падает под натиском Девайса. Керриган последнего. Капитан пошел на капитана, и в этом плане датский капитан оказался сильнее. 1-0. Супер открыто бразильцы сыграли в этом раунде. Вполне возможно, что они перестанут это делать совсем-совсем скоро. Опять же, астралисы пронеслись вихрем в сторону Аплента. Сделали все очень-очень грамотно. Ну и парни из Дании явно подготовили эту карту. Да, очень интересно. В любом случае, после такого матча против Аптиков мы ожидаем редэмшена, искупление от Дачан. Выход на длину Фер падает. Аплент, и пущий МАК-10 от Кэйжун Би работает. Фоллин пытается заиметь с машины со Скаутом. Но не получается абсолютно никого забрать, и он падает. ФНХ только сейчас включается на Кэйжун Би. Ситуация 4 в 3. ФНХ сразу же забустировался у нас на Аплент. И вполне возможно, сможет реализовать здесь СССР. Конечно, такой дистанс, это не самая лучшая тема. Причем его бустировал на Коудзеро, у которого Дизерт Игл. И его как раз-таки Дизерт Игл мог бы быть намного более полезен на Апленте. Но не тут-то было. Девайс пытается попасть со своего Скаута. В конце концов, мажет. Но Коудзеро... Коудзеро раздамаживает своих противников. В конце концов, поставляет свои милые личика под Зипикса. Ну а дальше все на руках у Тако и ФНХ. Нужно выстраивать эти защитные редуты. Но не факт, что получится. Уже два игрока Астралис имеется у нас на Апленте. Бомба будет незамедлительно установлена. И только сейчас ФНХ не показывал свою позицию. Игрок на Зиге уже палился. ФНХ пытается в кукле. Ставил забрать кого-то. Но опять же, никого шиньки не замечает. На Керригана будет у нас выход. Замечает его первым. Но не убивает. Всего лишь со второй попытки. Три в два. Но Атака пока что молчит на Зиге. Потому что у него лежит Смок. Проблема в том, что у ФНХ закончились патроны. У него три патрона. Он мог бы попробовать забрать этот АК-47. Но он прекрасно понимал, что его там ждут. И решил, что рисковать сейчас вторым армором. МЦЗшка не имеет никакого смысла. У него тиммейта не было. Как минимум. Ну, имею в виду смысла. Армора у него был только Дезерт Игл. Так что не так жалко, что он погиб здесь. И Астралисы берут второй раунд подряд. Мы видим суперадекватные и суперагрессивные выходы на Аплэнд. Пока что Абузит. Абузит сначала до конца. Пока Абузит, пока работает. Они будут это продолжать делать. Но стоит отметить, что этот пик, ДАС-2, это выбор Астралис. Потому что они должны его как-то реализовать. Астралис? Новая Раста-команда? Ну, главное, чтобы они были не после этого матча, а Астралис. Ну, ладно, Каджум тут с фармганом будет выступать еще один раунд. Посмотрим, сколько он сегодня, точнее, в этом раунде нафармит. Потому как у LG ясное дело, Лайка Нба. И это означает то, что у них тут только ЦЗ, софтер Мармор, который Финекс сейвил с предыдущего раунда. Плюс, по-моему, все. А, ну и по 250-й атака. Не получается ничего сделать у Коудзора. Тот сразу же получает плюху от Девайса. И дальше у нас состояние на реке Угри. Ну, все должно быть по нотам. Астралис в этом раунде должны выходить на 3-0. Ну, а потом уже у нас начнется настоящий Counter-Strike. Ну, конечно же, вы скажете, что он уже идет. Но нет против Девайсов. Здесь с пистолетами не особо попрешь. На карте Dusterу, я думаю, что множество со мной согласится, дорогие друзья. Девайс, правда, проседает. 26 скиллс-поинтов у него остается. Его сейчас будут просто пушить. Ровно как и Дзюпри, который падает под натиском. Так, а 3 в 3. Как же у нас приварочится картина этого раунда. Так, у САК-47-м. Фоллин со скаута. П-250 у Финекс. У нас будет заход на Зик. Кэжум Битом работает с МАК-10-кой и не дает выйти в Фольну. Но потом ответ Атака 2 в 2. Бомба поставлена. На самом деле, будь здесь какой-то не скаут. Наверное, АК-47-й. И Фоллинбоч почувствовал себя намного более комфортно. Но мы видим то, что Астралисы уже поставили бомбу. LG совершенно логично. Нету диффузов. И так получать хорошую флешку не срабатывает. Но ничего. ФНХ остается последним. Он тоже погибает. Я думаю, что есть шанс. То, что стоило, наверное, засейвить АК-шку вместе с скаутом на следующий раунд. Потому что довольно неплохие дивиденды может это принести с точки зрения экономики. И у нас паузу просит Kerrigan. У нас техническая пауза, если более точно. Не тактическая, что очень-очень важно. Потому что какие паузы для Астралис? У них все замечательно. 3.0. Все адекватно. Все хорошо. И вот перед самым интересным раундом, перед первым девайсом мы получаем паузу. А как же все-таки все плохо по экономике и улюминосить гейминг? У нас уже появилось два фамоса. Непонятно, чем еще обзаведется ФНХ. Ну, конечно же, 4.500 здесь не особо. Разгуляешься, а ВП не будет. Это, возможно, основная проблема ребят из Бразилии. Горячих южноамериканцев. Девайс 6.750. И, возможно, у него на руках появится тот самый девайс с снайперским прицелом, на котором мы говорили на аналитике. Но его ему скидывает Zipnix. И это нам говорит о том, что возможно сейчас уже возобновится данная встреча. Есть такая вера в это. Фон, я так понимаю, мог купить себя вопрос на голенькую. Это один из вариантов, которые вообще люди себе позволяют на первых девайсных раундах, если они считают, что это будет эффективно. Мы видим, что Фон играет на верочку, он играет через арморчики и верит в броню больше, чем в силу снайперской винтовки. Вопрос в другом, то что тут целых три фамоса. И это, конечно, очень-очень сильно бьет по огневой мощи LG. И Coldzera, и Fnx, и Fair. Кроме этого, опять же, по огневой мощи бьет отсутствующий IEM от Coldzera. Посмотрим, что он будет делать первым девайсом. Пока это выглядит довольно сомнительно. Особенно и если брать ту карту, которую они отыгрывали до этого против G2. Ну, где Coldzera был настолько, ну, не ярким, так сказать, тускленьким, что это выглядело довольно печально. Было, было такое. Действительно, Titan Coldzera, у которого сейчас имеется сигнатурная татушка на мираже после того самого момента в гранд-финале, вернее, в полуфинале, извините, MLG Columbus 2016. Напоминаю, что ставки на этот матч всего лишь 29% на Астралис. Да, не верит никто в датчан. Так же, как и я, в общем-то, но, опять же, мы все прекрасно понимаем, что, ну, в общем, все, что мы уже говорили, к сожалению, из-за того, что у нас есть аналитики-комментаторы, которые одновременные комментаторы-аналитики, что, опять же, просто-напросто по той самой причине, что все просто уехали далеко и надолго сейчас, и, ну, не получилось нам вытащить наших аналитиков старых добрых. Так вот, из-за этой причины у нас уже, в общем-то, все было сказано по поводу того, что LG приехали, по поводу того, что Астралисы намного ближе им тут, им нормально, это Европа, они себя чувствуют прекрасно. LG явно существует какая-то определенная боязнь выступления на европейском дивизии, точнее, в европейской стране какой-либо. Я не знаю, что с ним будет в океане, потому что рано или поздно мы же начнем комментировать, ну, имеется в смысле, будут чемпионаты, которые будут проходить в каких-нибудь Манилах или еще чем-нибудь подобным, потому как все-таки юго-восточно-азиатский регион выезжает постепенно в топы, ну, то есть постепенно, очень маленькими шажочками такими, но он едет, как минимум. И то же самое становится с Китаем, потому что мы знаем то, что совсем недавно была целая серия анонсов по вопросу китайского Counter-Strike, и там вообще должны зарубы быть очень-очень хорошие, потому что один из них это Алибаба, если более точным, которые владеют Алиэкспрессом, если я, опять же, не ошибаюсь в названиях, вы уж простите, если что, я не супер-коммерсант про Китай, но они анонсировали очень серьезный чемпионат по всем дисциплинам, основным и с серьезнейшим призовым фондом, там что-то около 3 миллионов, если я не ошибаюсь? Да, где-то столько, идет экспансия, и Поднебесная тоже хочет ворваться в профессиональный CSGO, посмотрим, команды уже подтягиваются, в любом случае мы знаем, что Тайлу, которые были открытием Dreamhack Malmo 2016, показывали себя очень хорошо, там как раз-таки тех самых люминостей они выбили, но как будет здесь с теми самыми бразильцами, мы еще посмотрим, как ты уже сказал, на европейской земле эти ребята еще чемпионаты не выигрывали, у них сейчас имеется только два трофея, и то один из них, скажем так, слабо, можно сказать, международным, это Dreamhack осень 2016. Североамериканский, вообще американский. Ну, конечно же, все карты здесь перебивает MLG Columbus, который проходил в штате Огайо, но как будет здесь на земле Великобритании, в Лестере, именно там сейчас команды сидят, играют этот турнир, мы увидим, во всяком случае, люминостей сейчас находится за шаг до вылета еще в первый день. Да, и Астралису то же самое, никто не мог подумать об этом. Здесь должны были быть оптики, все мы это прекрасно понимаем, что вместо Астралиса должны были быть оптики. Вместо LG G2, да, нет, неизвестно, очень сложно, я бы сказал так, потому что все-таки это Counter-Strike и Best of 1. Это не только относится к Counter-Strike, но и вообще, в принципе, к Best of 1 в любом случае, в любых дисциплинах. Поэтому совершенно логично то, что такое происходит рано или поздно, и команда, которая является фаворитом, мы сегодня это встречали уже целых три раза, четырех, команда, которая является фаворитом, она просто левает далеко и надолго. И это, конечно, достаточно интересно с точки зрения просмотра, достаточно печально с точки зрения ваших, конечно же, скинцов. Но кто знает, то знает, рано или поздно и на вашей лужайке будет солнце. Ну, хочется верить в это. У нас тут был комментарий о том, что азиатский КС, это уже смешно звучит. Но это, значит, пишет человек, который не знаком с творческом командой Lunatic High, которая в бородатом в 2005-2006 году была одной из самых сильных команд вообще в принципе в мире. Стреляли ребята так, что шведы там вообще не могли понять, что происходит в принципе. Но в любом случае, как раз таки по стрельбе азиаты всегда были с технической стороны даже чем-то сильнее, чем кадры из Европы или Америки. Ну и те самые вот команды The Mongols, которые имеют очень крутую стрельбу, но проседают по тактикам. То же самое касается Тайлу, которые тоже по тактикам, к сожалению, просто не такие. Классные, насколько можно представить себе Европу, например. Но самое важное, это не только приход денег именно с точки зрения чемпионатов, это приход организаций. То есть нужны менеджеры, потому что вы не можете просто так прийти на сцену и получаете себе спонсоров. Ясное дело, что должен быть какой-то проводник, а проводники – это главная организация. Это и сейчас топовые организации по киберспорту, мультигейминговые, которые сейчас имеются в Китае. Это Вичи Гейминг, это Виктус Гейминг и другие определенные компании. Они все приходят в Counter-Strike. Есть уже состав у Вичи, есть составы, опять же, у IG, по-моему, они есть уже. И у некоторых других, соответственно, коллективов. LGD тоже. Это все очень серьезный бизнес. И если в нем есть организации, то уж игроков они, поверьте мне, найдут. Они вытащат их откуда угодно. Поднебесные люди немного, как вы знаете. Кроме этого, Поднебесная, кстати, позиционирует себя, я имею в виду ее собственное название, кто как они сами себя называют, это Срединная Земля. То есть, если вы позиционируете себя как центр мира, то если вы не играете в КС, то что вы вообще здесь делаете в 2016 году? Пора бы. Го уже стало. Я бы сказал, настолько вещью развиты и настолько она себя позиционирует, как популярная дисциплина, что в Америке уже каналы ее начинают показывать. То же самое касается Европы. И у нас наконец-таки отжалась пауза. Я уже даже не знаю, о чем мы с тобой рано или поздно начали поговорить. Но у нас тут имеется закопка, напоминает первый девайсный. И Ферр, прием к намиде на Каджумба. Тот решил выйти, сказал прощай земля и погиб далеко надолго. Ну и только сейчас АК-47 трофейный забирает Ферр. Керриган на выходе через мидл работает также через Зик. Очень ингрессивно. Дюпри вместе с Зипниксом. Капитан тоже подходит. Девайса будут ждать с бомбой. И там уже нужно решать, куда же все-таки пойти. Коудзера вместе с Тако Ариумет. Вот так вот ты на меня подписался на этом матче. Ну и пока Астралисы укрепляются по направлению Зига. И будет, возможно, выход на ФНХ, который на рампе с Фамасом. Опять же таки не тот девайс, который хотел бы увидеть у себя в руках ФНХ. Конечно, здесь нужна снайперская винтовка. И я практически не сомневаюсь, что Астралисы повторяются в очередной разу с ФМЗ. Если ЛГ это прочитают, то все у них будет замечательно в определенном случае. Особенно если ФНХ сможет пролонгировать этот выход. И именно он является опорником. Основным дропаются к Феру. Ферр стоит и с маками. Его никто не видит. И ФНХ начинает с того, что Ферр убивает Астралис. Ферр пытается еще кого-то отработать. Фоллин падает под усилием Дюпри, оформляющего уже даблкил. Как же все-таки сильно просаживается у нас по ХП остались. И ФНХ пытается через мак зайти, но не получается, потому что попадает в прицел объектива снайперской винтовки Девайса. Ситуация 3-2. Колдзера и так оба идут в сити респауна. Они наверняка будут играть в АДшку или нет. Или через флешку пойду. Да, и Колдзера погибает. Дальше Дюпри дает еще один заканчивающий выстрел. И выигрывает в этом раунде. В какой-то момент показалось, что Астралисы сейчас просто будут уничтожены при помощи одного-единственного спрея. Потому что они стояли там довольно блинино. И было легко их убить. Но мы видим то, что не совладание от LG в вопросе стрельбы. И теперь они будут нужны играть с пистолетиками. Ну и не смог дождаться iPhone X. Нужно было все-таки подождать своих тиммейтов, которые будут заходить сити респауна. Решил через смок поджать. Ну и попал прямо на прицел к Девайсу, который смотрел в этой ситуации именно рампу. Ну и сейчас Мак-10 от Cajun Big хочет. Он, конечно же, фармит своих противников. Недефолтные пистолеты от Luminosity. Только одна флешка вот Тако. Интересно, как же все-таки он будет пользоваться этой гранатой. Напоминаю, что этот парень у нас отвечает за точку B. И будет поджим в верхней тэшке. А там Керриган, который просто стеной стоит. И дает понять, что Тако ты немного не в ту сторону, не в ту степь зашел. Да, и от Фоллоновская позиция с P250 это пан или пробал. Потому что уйти он отсюда в любом случае не сможет. Его довольно спокойно чекали, убивали. Фэр. Попробовать дезертыгла кого-нибудь снести на этом лонге. И Голдзара уничтожает Дюпри. Это при этом все пистолеты в LG. Напоминаю, что абразиции не имеют никаких девайсов. Поэтому как только... Сколько они снимут этих девайсов так сильно и просядет. Экономика Астралис и LG начинают сейчас из-под плента. Пушат своих оппонентов. Зипник с тем временем ставит бомбу, но это фейк, что он увидел то, что есть шанс, что его тут снимут. И девайс убивает Ака. Да, девайс работает, но все-таки падает от Фера. Ситуация перекрашивается в тона команды Люминосити. Керриган вместе с Зипниксом имеет хороший кроссфайр. Но опять же-таки подсадка. Голдзара на пленте уже за плентом танцует против Зипникса, который не может выцепить голову своего противника. И уловит сам хэдшот. Последний Керриган. Все сейчас просто на плечах капитана. Бомба до сих пор не стоит. Она выпала на рампе. Голдзара пытается все-таки займить свой противник. 11 хэлс-поинтов у Керригана остается. И они пытаются просто его задергать. И это у них получается на 5 с плюсом. Дорогие друзья, Голдзара за плентом за испанским ящиком все-таки падает 1 на 1. И Ферр должен двигаться сейчас со скоростью света, потому что Керриган уже поставил бомбу. 11 хп у Керригана капитан команды Астралис. Должен выдержать эту осаду от соло Ферра с его дизертоглом. И с другой стороны, он может даже подобрать какой-нибудь АВП в его случае. И будь то такая, у него было бы больше шансов на этот штурм. Но это не суть важно. В любом случае, посмотрим, чем он будет тут руководствоваться. И Керриган играет суперуверенно. И это уже пятый раунд. При этом все-таки нереальное количество проблем. LG смогли продемонстрировать своим оппонентам с пистолетами голенькие с одной флешкой. Как это вообще возможно? 11% у Керригана было, и он тащит просто 1 на 2. При том, что что колдзеры, что его тиммейт знали о местонахождении своего противника, ну, не получилось, не фортануло. Девайс обзавелся АВП. Тот же самый у нас девайс появляется у колдзеры. Пока что без летального дэмэджа. Ферр занимает длину. Туда вроде как пытались выйти активно. Девайс вместе с зипниксом, но вышли на исходные позиции. Керриган до сих пор на планете Дюпри и Кэжун-Би на верхней тэшке. В первое время поджимает бокс, собирает информацию, но вполне возможно туда не полезет ибо LG. Ясное дело, они хотят давать противнику возможность сделать оппон-фраг. И мы видим, что они довольно пассивно начинают этот раунд. Никаких вылазок с ЗЗ, никаких вылазок на мид, со всех сторон. Все это не про LG сейчас. И Астралисы довольно точно так же пассивно отыгрывают начало раунда. И они снова начинают с того, что устраивают шум на ЗЗ. Но вопрос только в том, что либо они фейкуют, либо они, соответственно, выходят LG. Все еще не трогаются вообще с места. Они действуют супер пассивно. И это напоминает нам Инферно от Астралис. Точнее, от LG, прошу прощения. От Астралис, да. Ну, FNX находит Дюпри. И попытка выхода от Керригана пока что без размена. Коулд-Зеро не дает выйти капитану вражеской команды. 3 в 5. У нас переворачивают раунд Люминости Геймин. Хотя все очень хорошо смотрелось в пользу ребят из Астралис. Но сейчас имеются у нас большие шансы для того, чтобы Люминости вступили в борьбу на этой карте. На пике вражеской команды. Но и Зипникс, Девайс и Кэйжен Би будут стараться, конечно же, сейчас ниверировать абсолютно все, что я сказал. Почему Ферр туда не пошел? Почему он туда не пошел? Он думал, что его все-таки обманули. И он не хотел идти в верхнюю тэшку. Хотя зашел бы в спину своим оппонентам, было бы все идеально. Но Тако не справляется с 3-бой на этом выходе в верхней тэшке. Калдзеро является единственным опорником, оставшимся здесь на бэпленте. Он отрубает уже Каджумба. Девайс остается соло против трех игроков оппонента. И 8 секунд остается у него. Надо ставить бомбу срочно. Именно этим он и займется в ближайшие 2 секунды. И в этот момент он теряет возможность, соответственно, занировать всех оппонентов и читать. И Калдзеро будет работать против него на окне. И это 2 ВП против друг друга. В конце концов, этот флик-шот не удается. И Ферр добивает своего оппонента. Еще становится 5-1. Это первый раунд для бразильского коллектива. Ну, не дорулил у нас Вася через окно. Там действительно имел все шансы абсолютно, чтобы убить противника под окном. Ну, одного, допустим. Но что бы он делал еще с выходом со спины из тэшки? Ну, там очень сложно было разрулить. А, ну, все-таки первый раунд для бразильцев. Поздравляем. Нужно американскую пятерку с тем, что они в матче за... На вылет. Вернее, даже не за выход из группы. А на вылет вступили в борьбу на вражеском пике. Я напоминаю, что выбрали у нас Астралис и Дас второй. Сейчас уже в 2 ВП. Именно в такой схеме, в таком джентльменском наборе будет действовать Luminosity Gaming в седьмом по счету раунде. И ВП от Девайса. Четыре калаша будут ему помогать. Да, пока довольно уверенная стритбау демонстрирует Ферр. Причем передвижение от него очень часто заканчивается довольно летально для Астралис. Хотя, порой он сам не верит в себя, судя по тому моменту на тэспауне. Он мог бы продолжать сжать. И тогда уже вообще никаких вопросов бы не оставалось. Но все-таки его действия не привели к ошибке LG. Они сыграли довольно уверенно. Ну и особенно, конечно, стритба от Code Zero. Fallen будет принимать выход на ЗЗ. Опять же, все очень спокойно. Получил флешку, нажал на курок, сразу же дропнулся и получил немного демджа. Но одновременно с этим уничтожил своего противника. FNX тем временем еще и принимает Дюбри и полностью провален. Выход на ЗЗ от Астралис. Но маленькая надежда появляется в боксе, где Zipix нашел Фера. Да, Ферр почему-то поджимал у нас бокс. И опять же-таки абсолютно неоправданная оказалась эта агрессия. И стакаются втроем на Зиге. У нас игроки атаки. FNX на поджиме. Сбревает голову Cajun B, но не уходит от девайса. Два в три. И это можно тащить, но Fallen с этим категорически не согласен. Зипник, ситуация, которой не позавидуешь. Есть еще и Смоу, который желает лучшего, конечно же. Но на несколько секунд пресечет он агрессию от последнего датчанина. Но, конечно же, этот бот должен быть последний. Его, скажем так, мув в этом раунде. И два-пять. Люминости гейминг. У меня есть подозрение, что Зипиксу стоит просто забрать АВП и попробовать его насейвить. Это тот вариант, который, наверное, полностью экономически оправдан, но вместо этого все-таки дожимаются спины. Но опять становится счет. LG довольно уверенно берут уже второй раун подряд. Таким образом выбивают экономику из датского коллектива. И это, конечно, совсем не может не радовать скандинавов, потому как они только что были на коне, но постепенно их с этого коня спускают. Да, ну, как минимум, уже два раза спустили. Сейчас с пистолетами вынуждены играть. Есть один смог от Керригана. Интересно, куда же все-таки полетит эта граната. Здесь задача, ну, минимум, как поставить бомбу. Максимум, это, конечно же, взять раунд. Но на Дасте с пистолетами без арморов это будет очень сложно. Только с каской у нас бегает Дюпри. И Калдзера находит Дипникса. Это у нас было на топ-мидле. И Калдзера идет на более сайлого позиции в двери на точке B. FNX тоже перед ему ассистит. А Аталисы пока что укрепляются на мидле. Но не факт, что Калдзера еще и не убьет парочку. А делает он это незамедлительно. Сбревает голову Дюпри. Керриган. Попытка его десанта. Заканчивается фиаско. Девайс и Кейженби тоже должны падать. FNX за работой. Хотя все-таки не дорабатывает и умирает от девайса, который идет навстречу Калдзере. Но все-таки уже хватит попадать с АВП в прыжках Калдзера. Да, он просто читак. Это все мы прекрасно знаем. У него подкрученный контр-страйк бразильскими бабками с фестивалей цветов. И мы видим то, что Астралис сейчас выходит на счет 3-5. Это означает, что у них будут девайсы после этого сливного раунда. С одной стороны, но уверенность у них явно поуменьшилась. И уже мы задавали этот вопрос еще на аналитике. Будет ли стрелять девайс? У него 7 фрагов, это замечательно. Но у него сейчас в руках АВП и ответственность. Которая лежит на его плечах по вопросу того, сможет ли он просто-напросто отдать какой-то опен-фраг. Например, перестрелять Калдзера, что было бы просто замечательно. Ну, пока подсаживают его на темку, пытаются заиметь выход от своих противников через зиг. Также через мидл тоже можно выцепить. Калдзера там у нас имеется, но его агрессия абсолютно ничем пока не окупается. Отход на более своего позиции, а именно на Сити Респ. Это нам говорит о том, что Калдзера будет на картинке FNX на зиге фер в очень агрессивной позиции на длине. И если туда будет хорошая раскидка, то вполне могут заработать численное преимущество Астралис. К дискотеке у бокса присоединяется еще Калдзера. Тут целых шесть игроков, и мы все прекрасно с вами понимаем, к чему это все ведет. Конечно же, к человеческим потерям. С обеих сторон вполне возможно Калдзера просматривает выход на бокс. Зипикс будет тем самым чуваком, который собирается туда именно зайти. Через флэху. И стрельба Калдзера в этот раз подвела. Да, и теперь нужно просто-напросто принимать пацанов. Ооо, какой же локшот. Дюпри остается 15 хп, но все-таки выживает и уничтожает снайпер команды. Есть еще вторая снайперская метовка. Да, пытается Ферр займить кого-то через смок, не получилось. 15 хп остается у Дюпри, но опять же таки, не одним патроном Ферр не попал по своим супостатам. Ну и 4 в 5 так вот уже сюда проседает. Олин, да как так? Ты видел, куда он шел-то? Он просто пошел в мидл пешком, без всякого прикрытия, без раскидок. Он просто вышел в мид. Я имею в виду, не вышел, а шел в сторону мидла. Его там нашел флэн, потому как он занимал позицию бэплэнта. Ясное дело, после вот таких потерь на боксе он начал смещаться. Ферр нашел еще здесь Дюпри, хотя Дюпри был готов к этому поджему. И Каджум, привет, говорит парню из ТАКа, который все еще продолжает довольно слабо отыгрывать на протяжении сегодняшнего дня. Каджум. Ну и Фоллин, в свою очередь, тоже пытался займить своих противников, но просто времени не хватает. А стараюсь сам для того, чтобы выйти и поставить эту бомбу. 4-5, дорогие друзья. Люминосити возвращается после счета 0-5. И сейчас уже линия гнется бразильцами. И гнется команда Астралис под натиском защиты. Опять же-таки напоминаю, что первый фраг был в пользу датчан, но потом свое численное преимущество они смогли реализовать после того, как Девайс решил отдаться на мидле. Кроме этого, Финекс еще и засевил ЛВП для своего тиммейта ColdZero. И теперь снова ДАБЛ ЛВП для ЛГ. Это снова две проблемы, которые имеются у Астралис. И самое ужасное, что теперь их решать намного сложнее, потому что у них АВП отсутствует. У них два ТК-9, у Депри и Девайса. Три, соответственно, калашников с предыдущего раунда. Но этого может быть недостаточно. Раскидки плюс еще и не фуловые, что тоже печально. И нужно что-то придумать супер невероятное. Ну и, конечно, со стрельбой продемонстрировать неплохое, чтобы сломить сейчас ЛГС и их ДАБЛ ЛВП. Да, ДАБЛ ЛВП. Только хотел об этом сказать. Напоминаю, что ColdZero и Fallen друт эти девайсы. Два ТК-9, а также у Депри и Девайса. Три АК-47 на руках у Кэйдженби, Кэрриган и Зипникс. И пока команда Астралис, возможно, будет выходить через мидл. Плюс верхнюю Т-шку. С верхней Т-шкой, опять же, стоит отметить, что будет выходить Депри со своим ТК-9. И нам имеется раскидка. Но не факт. Кэрриган через Зик пытается действовать, но получает путь с себя молотов. Пока что атака замораживается, но имеется 50 секунд для того, чтобы решить. И точка отправления. Судя по всему, Девайса и его мидл. Откидывается дефолтный смок на КТ-спаун. И сейчас мы будем наблюдать, как ТК вместе с ColdZero занимаются опорной защитой Б-планта. И тут весь вопрос. Могут ли они сначала принять верхнюю Т-шку, а потом ужжать парней, жарить на миде или ничего не произойдет. Атака достаточно уверенно отрабатывает коджом и сразу же на размене заработает Zipix. ColdZero уничтожает Депри, но дальше не попадает из своего ОП. Кэрриган тем временем занимается своими любимыми вещами по энциклопедии GetRight. Он просто занимает позиции, которые удерживают, которых можно найти своего оппонента в бочину. И FNX вместе с фаером 2 на 2 против Zipix и Девайса. И будут оба игрока защиты выходить через мидл. Напоминаю, что есть обоих дефузов, но нет раскидки. Zipix через плент Девайс имеется с кроссфайером на верхней тэшке. Вернее, даже на выходе Zipix и его стрельба. Промахивается по FNX и также промахивается Девайс, но все-таки со второго раза у этих парней получается. Это все-таки раунд в пользу команды Astralis 6-4. Ну и стоит также похвалить за свои действия Кэрригана, который стянул троих своих соперников по направлении точки, а в то время как бомба выходила на B. Ну и там не позавидуешь Колдзере, на которого просто вылетел рой ребят из Astralis. Ну и молодой Zipix, triple kill. Это то, что нужно Astralis'ам. Это исполнение, это то, что может дать им Zipix. И Дюпри выдвигается с бокса сейчас. И они пропускают FNX. И FNX с легкостью минусует своего оппонента. Дальше еще в голову получает Каджум. Боже мой, какой же даблкил. Это именно то, что ждали от FNX на протяжении сегодняшнего дня. И, конечно, то, что ждали еще и от Колдзера. Но FNX проснулся, и теперь Astralis'ы вынуждены играть втроем против пятерых игроков противника. Да, нужно одуваться за ошибки своих тиммейтов. Ну, опять же таки, не ошибки, а там FNX играл очень жестко. Дювайс, тем не менее, находит Колдзеру. Намедлено этой неоправданной агрессии. 3 в 4 перекрасывается у нас картина этого раунда. Но Дювайс тоже немного проседает. 56 холлспоинтов у него на борту. И будет у нас перенаправление атаки по точку B. А там Тако на танцполе готов принимать своих оппонентов. Опять же таки, имеется СМО, который тут же используется. И пока Astralis'ы не могут выйти. На самом деле, полностью согласен с Astralis'ами. Я продолжал бы обузить B-плент, потому что на нем находится Тако. Он в последнее время не так уверен. Но сейчас демонстрирует, опять же, размены один в один. Уже второй раунд подряд. До этого у него довольно. Слабовато получалось, но это не так важно. Сейчас важно то, что Ферр находит Кэрриган и Капитан команды. Подкидает этот танцпол. Девайс остается соло сэвапом. И сейчас он должен продемонстрировать невероятные вещи. Но чего-то не происходит. Это очередной раунд для LG. И я замечу, что дабл-стрик из четырех раундов для LG. Да, Astralis'ы потом взяли один. И надо было цепляться. Необходимо было цепляться. Не только по экономике, но и просто-напросто по раундам, по морали. Но Astralis'ы на своей собственной карте сейчас демонстрируют, что они не способны это сделать на первой половине, как минимум. Да, пропадает куда-то у нас вся абсолютно уверенность, ребят, из Astralis. Вылетит со счетом 5-0. Ну а сейчас счет на табло. Поджим от Фера. Там же работает у нас на топ-мид для девайс. Пытается заимить Дегла. Получается убить своего противника. Но тут уже вступил в этот мини-момент FNX, который оформляет Николая Ритца Колдзера. То же самое делает с Кэрриганом. Фолием не промахивается по Кзипниксу, который дерзнул пройти через длину. Ну и последним у нас остается Кейжин. Ну и здесь ему не позавидуешь, потому что ничего абсолютно нет для того, чтобы хоть кого-то забрать, не то чтобы уже раунд взять или хотя бы поставить бомбу. Знаешь, смайлик у Кэджин Би напоминает зажатые яички. И я думаю, что это именно то, что сейчас происходит с ним по отношению к тому, как его зажимают с разных сторон на этом миде. И это тотальная доминация от LG на уже антиэкономическом раунде. Совершенно логично. Она должна прекратиться от Астралица в следующем. Потому что сейчас они снова берут пистолеты, потому что у них резервнулась экономика после того, как они пытались зацепиться. И они не хотят играть без авапов. Они хотят играть с полноценным баем, с раскидками. И это, ну, Инканис поддерживает их решение, потому что он любит фуловые раскидки. Абсолютно. Вот. А я скажу, да не, какие фуловые раскидки Йолосвэк даешь. HB SP. Вы поняли, дорогие друзья. Ну, сейчас, тем не менее, появились у нас два армора. Дюпри и Кэджин Би это уже апгрейд, если судить по предыдущему раунду. Но это абсолютно никак не влияет на Фольна, который щелкает, как и решки своих врагов, которые пытаются выйти через зиг. Но не получается. Это уже у Керина, Зипникса, Девайса и Кэджин Би падает. Дюпри только сейчас отрывает голову еще одному сопернику. Но Фолин смог. Да, смог. И что самое интересное, конечно же, то, что датчане, даже несмотря на свои очередные экономические, это сейчас будет только один авап, я так понимаю. Или все-таки дабл? Сейчас посмотрим. Интересно. Стесняются показывать свои дела. А, нет, все-таки соло авап. Я уже хотел дабл ОП увидеть, потому что мы смотрели на Д-трейне дабл ОП от других парней, правда. И было бы забавно посмотреть сражение дабл ОП против дабл ОП, но не тут-то было. Фолин контролит верхнюю тэшку вместе с Така. Ну а с другой стороны у нас находится Кэджин Би вместе с Дюпри. Кто же все-таки кого в этой дуэли? Два на два. На ножах. Или на отвертках. В любом случае, неважно. Это другая история. Но пока у нас Дюпри и Кэджин Би решают перейти на нижнюю тэшку и действовать вместе с Кэрриганом и Девайсом. Только одного дипикса оставили на контроле банки, но она, опять же, не поджимается, хотя Ферр уже не раз сделал покушение именно на эту позицию. И сейчас всем скопом будет выход на колл-зеро. Ну, все-таки новейнейший враг головы на колл-зеро. Тот, как обычно, демонстрировал, точнее, собирался демонстрировать тот самый выстрел и дроп вниз, но жизнь сложная штука. Не всегда получается делать то, что ты хочешь. И Фолан тем временем зато уравнивает шансы, уничтожая Кэджин Би. Именно его зажали в его определенном месте. И теперь уже Астралисы будут играть четвером. Нужно разруливать. Нужно даже выходить из не таких ситуаций. ФНХ, приемка! Просто Йорл, Свэк, потому что там горел Молотов и у него абсолютно не было никаких опций для отхода. Нужно было принимать эту дуэль как мужчина. И он это сделал, но погиб не как тот самый Лев. Ну что ж, 4 на 3. Ферр все-таки перестрелит Каллигана. Хотя казалось, что капитан команды Астралис увидел первым своего соперника. 3 в 3. Теперь компания сейчас находится в сумасшедшей позиции для того, чтобы отстрелить своих оппонентов. Ферр тем временем погибает еще и на лонге. И фолан стака вне позиции. От начала до конца я не представляю, что он тут собирается делать. Особенно потеряв своего капитана. А без капитана, как вы знаете, судно плывет к отну. И LG сейчас. Да, у них все еще есть дивиденды, возможности, экономические запасы, чтобы помутить грязь. Но они не настолько хороши, насколько были до этого. Это не WP, слушай. Да, полностью тебя поддерживаю. Это WP в 5-7. Это WP в 5-7, ты понимаешь? Это Така, который говорит, парни, я понял, я не могу стрелять сегодня. Забудьте вообще обо мне. Я просто буду на EFU играть и на экономику парням. Тупо откидывать вам мавапы. А что нет? Я, в принципе, с ним полностью солидарен. Ну, вместе с ColdZero он смотрит. Когда ты играешь в связке с ColdZero, то это абсолютно не проблема. У нас уже атака будет выходить на точку B. А ColdZero абсолютно... Что ж, ему не готов оказываться. Еще один NoScope летает. И временем так открывает голову. Керриган и FNX делает то же самое с Zipnik. Сам последний девайс со своим AWP. 1 на 3 ситуация. Бомба на руках. Но не факт, что лиминозити такое будут отпускать. ColdZero снова ломает Counter-Strike. Прекрати уже, парень. Вот те самые моменты, когда надо, Counter-Strike начинает ломаться. Появляются новые строчки кода. И, походу, в них написано ColdZero. Сейчас будет шмалять из AWP. Ноу-скоп, ему плевать куда угодно. На него будут садиться люди просто на его голову. Два подряд. А ему плевать. Он просто нажимает на левую кнопку мышки, поливает и становится же не сон. Здесь есть вопрос... Здесь пасхалочка, дорогие друзья. Но есть вопрос к первому игроку, который вылетал на ColdZero через окно. Почему он не справился со своим спраймом? Это, конечно же, уйдет в архивы секретов. Я тебе говорю, все еще Counter-Strike сломался, понимаешь? Типа у тебя спрей ломается под ColdZero. И ColdZero ломает тебя. И, в общем, все становится совсем не весело. Абсолютно. Пока что у нас небольшой перерыв между сторонами. Luminosity выиграли все-таки первую за защиту. Это очень сложно против Astralis. И еще сложнее, если вы проигрываете со счетом 0-5. Но смогли разобраться с собой бразильцы. Ну и не только с собой, а и со своими противниками. Ну посмотрим. Astralis в защите тоже неплохо. Стреляют. Опять же, все будет зависеть от АВП Девайса. Возможно, даже от этого самого АВП от Керригана. И хочется верить, что Фин Андерсон возьмет данную пушку себе в руки. Потому что он может стрелять не хуже, чем тот самый Девайс. Тут Так предложил поговорить о чувствах. Девайс говорит или о прическах. Потому что Девайс, если не делал, намного больше волнует прически, чем чувства. И Дюпри признался о том, что он очень глубоко влюблен в Fallen. И дальше начинается какая-то лютая матершина на португальском. Ну да ладно. Как по Pride. Ну, в любом случае, про волосы мы не зря заговорили. Потому что два игрока остались покрасились зачем-то в светлый цвет. Да. Я забыл свой гель в Киеве, поэтому теперь я выгляжу как просто бомж. Их ник на ему мы не будем называть, конечно же. Но в любом случае, разнообразия не хватает ребятам в реальной жизни. Конечно же, есть разнообразие в Counter-Strike. Но еще нужно его как-то добывать и в реале. Согласитесь, дорогие друзья. Ну, пока что у нас взаимная переписка. Даже Девайс вместе с Дюпри продемонстрировали свои знания португальского. А я ставлю свою щетину на пистолетный раунд за LG. Ну, посмотрим. Я даже не знаю, что мне стоит взамен. Если я буду болеть за команду Астралия именно в пистолетке. Но пусть все-таки победит сильнейший. Мне, кстати, я помню, парень мне предлагал за модерку, ну, на моем канале. И взамен он предложил мне привезти фигурку панды. Вот. И теперь он должен мне фигурку панды из Китая. Ты должен был сказать, если ты это смотришь... Дорогой друг. Не, он еще привезет. Там летом должен заехать. Ну, да ладно. Мы тут не о пандах и не о фигурках. У нас тут Дюпри. У нас тут сложнейшая ситуация для Астралии с точки зрения морали. Потому что начало было довольно неплохое. А у нас еще более классно происходит все с GoTV, я так понимаю. Потому что оно просто улетело. И теперь мы не знаем, кто выиграет мою путину. Вот это отстань. А возможно и узнаем, но только, скажем так, пропустим тех самых действующих лиц, которые это сделают. Я надеюсь, что у нас все будет нормально. Буквально через несколько минут мы вернемся. Ну, это лак, конечно же, GoTV. Ну, в любом случае у нас некоторые технические проблемы. Мы надеемся, что все они будут быстренько пофикшены. Но у нас имеется уникальнейшая возможность пообщаться с вами, дорогие друзья. Да, португальский язык. У нас бразильцы говорят на португальском. GoTV повис абсолютно у всех. Не только у нас, но и на англоязычной трансляции. Только что были последние секунды карты, где Карик антифузел. Все, Кирдек, мои ощутения. В общем, ты что, что сделаешь. Но это топчик. Будут вести вперед. Ну, не факт, что у них это получится. Потому что имеется закупка от Luminosity. АВП от Fallen на быстрый выход на длину. И там пытается что-то сделать. Керриган. И он делает то, что забирает Тако, который был абсолютно слепущий. Cold Zero пытается разменяться. Но пока безрезультатно. Да, и Cold Zero и компания сейчас в достаточно печальной позиции. Потому что потеряли одного игрока. Плюс, кроме этого, у нас Cold Zero зонирован при помощи Молотова. И его, вполне возможно, пойдут выбивать на этом мусорном ящике. Либо решаться этого не делать. И все-таки, да, вот Cold Zero уйдет. Или нет. А то он уничтожает сначала. Zipix и Керриган остаются без саппорта на этой позиции. И к нему сразу же несется девайс. Более чем грамотное решение. Вопрос только в том, что они смогут этой даблой сделать. Ну, в любом случае, будет очень сложно что-то сделать. Девайс вместе с Керриганом. Заверяет Fallen на месте с Cold Zero. Остается Ферр и FNX. 21 хеллс-поинт у Ферра. У него, конечно же, на руках АВП. Не важно, сколько у вас хеллсов вы можете сказать, если вы играете с АВП. Но важно то, что астралисы вышли в двойное преимущество среди живой силы в этом раунде. И имеется кардбланж для того, чтобы выйти на 10-8. Тем временем, FNX контролит миддл. И он дает информацию для Ферра, который лох и пешно двигается с бомбой. Я даже не знаю, на мой взгляд, здесь вообще нет вариантов, чтобы поставить ее. Можно попробовать, просто засейвить. Или если FNX сейчас получит адекватное преимущество, то есть убьет своего оппонента на аппленте, то можно попробовать выйти дальше. Но вместо этого он отдается девайсу. Мы видели довольно печальный тайминг к нему. И Ферра остался соло против четырех игроков датского коллектива. Неужели он пойдет отдавать сейчас? Ну, здесь, конечно же, нужно было бы идти сейвить в 99% случаев. Ферра это понимает, у него еще 14 секунд. Но опять же, астралисы перешли в режим охотника. Пытаются найти Керриган уже на РСП. Ну, а Феру никуда не стоит идти абсолютно с этой позиции на перемычке с верхней и нижней тэшкой. Но там уже на выход к нему дюбрит. Попадает по ноге и дюбрит все-таки находит противника. Это 10-8, дорогие леди и джентльмены. И у Фера ноль голды просто из-за того, что, опять же, убили по офигенному таймингу, где он не получает никаких денег по окончании раунда и бы остался в живых. И здесь, конечно, вот эта нога, она прям просто была супер печальна. То есть игрок защиту должен был погибать. И, естественно, у него могли бы быть где-то МКО. Это доставило бы определенные неудобства в экономике дальнейшей для датчан. Но бразильцы не совладали. И посмотрим, теперь они будут играть очередной экономически. И первая, точнее, вторая половина начинается ровно точно так же, как и начиналась первая. Да, но здесь Кроу-Бизнесу в этом раунде нужно поставить бомбу. Нужно получить какие-то экономические преференции для того, чтобы выйти на хорошую финансовую пирамидку. Команда Люминосит в следующих раундах действует у нас сплента Зипникс. Откидка смока и под него, кстати, выходит Полин. Опять же промах от Зипникса тоже мажет Девайс. Что такое-то, господи? Ну, наконец-то, ладно. Все исправлено, все хорошо. Но проблема в другом, что он встретил ФНХ. А вот ФНХ теперь уже не совладался стрельбой, Девайса было нереальное количество времени, чтобы погибнуть. Но он еще убивает Эфера сверху. Тако поставил бомбу. Поэтому, в принципе, задача максимум для LG была выполнена. Да, абсолютно. Но еще Фоллен уже нет. Тако может побороться с своими противниками. Хоть кого-то с собой забрать. Опять же, красный у нас Керриган падает. Но тут уже вписывается за своего павшего тиммейта Кейжун. Би 11-8. Но сейчас будет важнейший раунд, если смотреть через призму команды Люминосит. Если они берут, вернее, не берут его, то вполне Астралисы могут выйти на счет 13-8. Могут. И что самое ужасное, LG прекрасно это понимает. И сейчас очень и очень важный для них раунд. Не только с точки зрения экономики, но и морали. И нужно что-то сказать Флоуну. А там нужно догадаться насчет того, куда же все-таки идти. Где слабое звено Астралис в защите. И, ох, тут халявный могло, в принципе, случиться фраг от Флоуна. Но он не стал стрелять. Он просто подождал этот репла от Астралис на Б. Посмотри, это усиление. Б-планта втроем. Довольно своеобразная идея. Они, конечно, будут одновременно с этим защищать центр. Но центр пошел контролить девайс на ЗЗ. Да, у него здесь центральная позиция. И нельзя ни в коем случае ее терять. Девайс решил все-таки выходить. Но он видит все эти флешки, которые летят. Припускает мимо себя противника. И Кулдзера все-таки летит прямо навстречу. И тут же щелкается девайсом. Бомба выпадает. Девайс! Дабл килл. Казалось бы, это был дабл, но нет. Это был дабл. Он убил Флоуна перед тем, как погибнуть. И это дабл килл от игрока. А защиты сейчас датчанин со снайперской винтовкой показал, что он способен делать вещи даже в такой агрессивной позиции. И ЛГ пришлось им потратить целые две жизни для того, чтобы выбить своего оппонента с позиции. Мне просто казалось, что еще и второго должен был забирать именно того, который находился за Флоуна. Но там шашлычка не получилась. Там все-таки мы без хайлайта в этом моменте. Девайс забыл принести шампур. Да, возможно. Есть такой чувак обязательно в компании, которого просит принести шампур, и он забывает. Вот в этот раз это был девайс. И команда таки тем временем спокойно, как мышки наружки в Джеймс Бонд стайле, двигается в сторону Апланта спокойно, непринужденно. И там поставят бомбу. Вопрос только в том, что ретейк будет делать, но намного проще, ибо четверо игроков Астралис имеются в живых. Но у Тако АВП. Я вот что-то не уверен, может быть, стало кому-то другому отдать этот девайс. Ну посмотрим, как он будет действовать именно с этим девайсом. Будем first person, как говорится, от Тако. В любом случае, это меньшинство. На большинство семь холлс-поинтов также имеется у FNX. Ну и встреча между Cajun BF и Anex заканчивается тем, что Cajun падает, но к Zipniks тут же на размене 3 в 2. Ну и Фер вместе с Тако должны выходить на этот девятый раунд, иначе просто кирдык экономики. Дюпри сбривает голову Тако. Фер отвечает. Бомба на него поставлена, но Дюпри будет пушить. Смог также кладется у Эфера. Нет абсолютно никаких опций. Нужно пушить. И Дюпри ему не дает выйти с этого смока. Очередной раунд в пользу команды Астралис. Браво. Очень простой раунд, я уже об этом говорил. Опять же, да, если бы Тако совладал хотя бы с одним выстрелом из АВАПа, и о чем я говорил, опять же, можно было бы отдать Фениксу, и он намного более опытен в этом девайсе. У Тако сегодня не очень прет, хотя по фракстату он вышел уже в топы после того провала, который у него был на первой половине, но здесь и сейчас АВАП, ну, сомнительное решение, и мы видели то, что реализация была далека от идеала. Но Феникс вытащил очень-очень много, при том, что он был ло-кпшный. Кэрриган получает себе молоко в экран и дальше справляется с фароном. Сразу же полон работ на рефраге, и LG разменится 1-1 на длине, и есть шанс дальше уже работать. Но немножко печалька настигла Феникса на миде, где Дипри его забрал. Тот самый Дипри, у которого, однако, счет 15-14, но какие важные фраги он делает, работая через мидл Петер Расмус, он должен сейчас видеть своих противников, которые подходят по парапету. Ну и в меньшинстве алюминости вновь мы уже не раз отмечали, что не получается у них выйти на выгодный размен и будут идти на девайса. А тот самый девайс у нас находится на аппанте вместе с Зипниксом. Зипникс будет сейчас, да, даже, возможно, подпушить ЗЗ-шку. Что означает, что они мало того, что соберут информацию, вполне возможно, наткнутся там на игроков атаки, а те будут не факт, что готовы к подобным наглостям со стороны Астралис, потому как мы все привыкли видеть их намного более пассивной на данный момент на этой карте. И Зипникс все еще ждет. Ну его прочекают, конечно же, его, конечно же, чекают фон. Капитан команды открывает эту атаку на апплент. Сейчас девайс должен кричать своим тиммейтам, что срочно нужна поддержка, но ему нужна теперь поддержка уже только в Адов. Да, тот самый класс уровень девайса с АВП показывается уж слишком неуверенно, чувствует этот парень с этой винтовкой. И пока зарабатывает все преимущества, которые тут же нивелируются Кэйженом. Ну какая стрельба, шесточайшая от Фоллена. Это уже минус 4, возможно, мы увидим все-таки первый Эйс за эту встречу с Дюпри. Перестрелка пока что ничем не заканчивается, и Петер понимает, что нужно рашить противника, он знает, что Фоллен... Эйс, 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 Габриэл, Эйс, Габриэл. Да, это Исушечка от капитана команды LG Illuminosity. Легкую здесь, конечно же, жалко, что мы не слышим зал, но я представляю, что там творится... А, какой зал? Там студийные групповые этапы. Ну да неважно, в любом случае парни там кричат, и бразильцы довольно эмоциональные парни. Там много португальского мата понеслось, и я не смеюсь, что они очень сильно довольны. Во всяком случае, доволен зритель, что самое главное, и игра продолжается, довольно напряженная борьба творится сейчас на карте. Да, Папа Фоллен попытался выйти по РСФу на длину, никого не заметил в объектив своей снайперской винтовки. Ну и пока так, вот только встретился со сколочной гранатой, 63 хейлспоинта у него остается. Один-одинешник Фер у нас на зиге под свой смог действует, и опять же-таки укрепление длины работает, девайс сбривает голову Фоллену, но тут же размен от Тако 4 в 4, и мы всегда говорим, дорогие друзья, что равный размен всегда в пользу атаки. Ну это всегда говорим, вопрос только в том, как это влияет на самом деле на исход событий, но я с тобой совлажусь. Здесь, скорее всего, опять же, защита должна сплититься, и если она не играет суперагрессивно, то ей приходится в любом случае двигаться поодиначке и контролировать зоны по отдельности. Тако движется в сторону бокса, а там ZipX, и вполне возможно у нас будет новая стычка именно на этой позиции, которая уже стала местом бойни и разменом. Один-в-один, ZipX посмотрел на огонь под собой, понял, что у него не горит от него. Я не знаю, почему, кстати, как это вообще сработало, но выглядело довольно опасно для ZipX в какой-то момент. Да, нашел островок, и тут опять же-таки будет центральная стычка, даже несмотря на то, что троица игроков Люминосити будет выходить сейчас на зиг, там Керриган абсолютно слепой, отходит на более свою позицию, забирает Фера. Также на отходе не позволяет FNX-ту пройти и развенять своего тиммейта. И опять же-таки до сих пор так он не вышел, и он не выйдет, говорит ZipX, который простреливает его. Керриган отрабатывает на все 100%. Он за свою команду, он за то, чтобы выиграть пик команды. Астралис, FNX только одного с собой забирает, но к ZipX уже он не ожидал вблизи возле себя. 13-9. И Люминосити вновь проседает по экономике. А как они проседают? Они просто падают. Да, и он берет паузу, говорит, парни, я только что намутил эйс, и вы все еще не хотите играть со мной. Вы должны сейчас взяться за самое лучшее, что у вас есть, и просто показать по-настоящему серьезный класс. Потому что даже Тако выбрался из своего тилта по количеству фрагов, во всяком случае. И Колдзера все еще с 12-ю. Такой хороший старт, я имею в виду, после того, как они проиграли 5 раундов. Дальше Колдзера взялся за старое и работал довольно неплохо, но на атаке его как будто подменили, и ощущения от него совершенно другие. Да, Тако, Тако, Тако. Тако Белл съедает пока что Тако. В любом случае, у него в предыдущем раунде была центральная позиция. Если бы он убивал к Зипникса, то выходил просто в спину последнему игроку, находящемуся на точках, то бишь Керригану. Ну и здесь, конечно же, не получилось. Ресет экономики вновь. Имеется все для того, чтобы выйти Астралисом на 14-й раунд. У них все козыри в рукавах. Нужно только их грамотно выложить. И хочется верить, что получится, потому что все идет пока что у Астралис. Они смогли забыть ту самую обидную карту на Инферно против Оптик Гейминг, которую они проиграли с учетом 6-7, вернее 16. Ну что не менее важно, конечно, что девайс проснулся. И он игрок с ВП, но защитительный, даст и 2, это не важнейшая позиция. И у него 23 фрага сейчас. И я бы сказал, что уверенность в нем, она серьезная. Уверенность его команды в нем. Хотя с другой стороны мы видели, как Керриган поднял этот авап и такой, а сейчас расшмоляю, что девайс, что у тебя не получалось? Какие у тебя были проблемы с этим прекрасным девайсом на лонге и на шарте приемки? Да, все еще помнят те бородатые времена, когда Керриган наказывал своих противников в Counter-Strike 1.6 в первую очередь с АВП. Был он мейн-АВПшником датским. И можно даже так сказать, был одним из идолом в этом амплуа. Ну а сейчас, конечно же, передал эту роль девайсу. Но продемонстрировал, что он тоже не промах до сих пор в Counter-Strike Global Offensive именно со стеклянной пушкой. Вполне возможно сказать, что одной из причин является то, что он очень много учился. Мы помним по фильму Valve, ну по маленькому ролику Valve о том, что он очень-очень много уделял учебе время. И ясное дело, что практике... Вы не можете уделять времени столько, если вы занимаетесь чем-то другим. А практика это в первую очередь как раз-таки про исполнение в АВП. Да, пока что Керриган. Тот самый Керриган открывается на фоллине. Капитан убивает капитана, но в пользу вновь лимоности ничего абсолютно не летит. Но стоит напомнить, что это пистолет, и не стоило многого ожидать от бразильцев. И должен все-таки 14-й залетать. Хотя все зависит от того самого Кейжун Би на выход, которым будут идти сейчас лимоности над... Как же он аимит? Это мяско, это просто мясорубка. Я бы даже выразился более жестким термином. 9-14. Галилы. Галилы в руках у парней из Бразилии. Фавелла формат пошел. Уже такие бомжи-закупы. Ну, опять же, отдавать лишние раунды не хочется. Счет 9-14. Остралися на грани того, чтобы выйти на 15-й. Что означает то, что они в любом случае уже как минимум выйдут на допы. Или выиграют это противостояние. Конкретно эту карту, ДДАС-2, следующий, напоминаю, будет оверпасс. И у нас у LG, кроме трех Галилов, еще и Тек-9 плюс АК-47 для Фера. Довольно сложная ситуация. И исполнять ее нужно будет от начала до конца. Любая ошибка уже будет означать очень серьезные последствия. И вот она ошибка. Девайс просто вышел. Причем он снова делает ровно то же самое. И каждый раз LG это не контролит. Не мобильная ВП от девайса, не гибкая в первую очередь. Но оно приносит свои плоды. И это ошибки от Luminosity, за которые не отвечает. Дюпри тем временем находит FNX-5 в 3 уже. Перерастает картина этого раунда. Ну и здесь не позавидуешь. Кулдзери, Тако и Фулин, у которых есть девайсы. Но нет абсолютно никакой адекватной раскидки для того, чтобы выйти на одну из точек. Десант от Тако, но его забирает просто зипник с Астралис на коне. So easy. So easy для девайса. Это очень сильно померяет мне опять же отстрелы GDM на ДТС-2 в рамках Остина. Где он вообще там просто божил и собирал одного за другим. И у него там очень-очень много было фрагов больше, чем сейчас у девайса на той же самой стадии игры. Но важен именно тот результат, который приносит Астралисам эти фраги. А не то, сколько их даже. Потому что мы видим, что LG просто не способны пройти на этот несчастный аплэнд. И вполне возможно, что они рано или поздно просто откажутся от этой идеи вообще. И будут пробовать себя на B. Да, но возможно будет уже очень поздно. Это маппоинт. Нужно 6 раундов подряд побеждать. Ферр, Фоллин и Колдзер на мидле. Так вот до сих пор совершал контроль. Паджима с верхней тэшки. Ну а FNX отвечает за банку. Но Астралис чувствует кровь своих оппонентов. Они чувствуют то, что они могут сейчас здесь и сейчас закрыть эту встречу на карте ДАЗ-2. На своем же пике Фоллин тем временем пытается заиметься скаута. Колдзер уже пропадает с радаров своих тиммейтов. На самом деле довольно странно в прогрессе раундов здесь собрать то, что обычно. Если LG берут паузу, это означает то, что они берут хотя бы 1-2 раунда. Здесь это выглядит совершенно не так. И они не смогли сбить темп Астралис. И мало того, они не придумали вообще, что делать с Девайсом, который все еще, так сказать, инрейдж. И способен уничтожать своих оппонентов один за другим, как пирожки. И Фоллин. Фоллин рассчитывает на свой скаут против Девайса. Ну, Девайс, ясное дело, просто-напросто берет и казнит его без проблем. Ферр тем временем расправляется с Зипексом Девайса. Можно допушить до конца уже и забрать этот АВАП. И забрать во всем случае все возможности для того, чтобы ТАВАП стрелял. И все еще парни из LG медлят, теряет Тако. Девайс пошел пушить. Он поверил в себя. У него остается совсем-совсем мало ХП. Именно 19 штучек. И все-таки зафармит еще и Фера. FNX отвечает при помощи уничтожения Керригана на этот слишком мало Девайс. Супер уверен в себя. И 15-9, становится 16-9. Астралисы выиграют первую карту. Это был собственный пик ДАС-2. Следующим будет оверпасс от LG. Да, будет очень интересно, как будут разворачиваться события именно на этой карте. Но посмотрим. Посмотрим. И кроме этого, эту карту разберут для вас по полочкам, конечно же, ухом Мэк и Сеня. В рамках студии аналитики. Разберем ухо.